В сентябре 2021 года истекает срок полномочий депутатов Госдумы седьмого созыва. Член комитета по образованию и науке Лидия Антонова подвела итоги своей работы за пять лет. 133 законопроекта рассмотрели в Госдуме по теме образования и науки. 45 из них приняли. По словам Лидии Антоновой, план выполнен. Остро стоял вопрос о школьном питании. Благодаря поправкам в законе ученики по всей стране питаются в школах бесплатно. Также удалось ввести целевой набор в педагогических вузах. Сегодня те студенты, которые обладают соответствующим уровнем и рекомендованы высшим учебным заведением, могут помогать нашему учителю ввести процесс. Как депутат Лидия Антонова приняла почти 1600 обращений граждан. Вопросы жителей касались не только темы образования, которую курирует народная избранница, но и других сфер – ЖКХ, соцзащиты, проблем дольщиков. Ни одну просьбу Лидия Антонова не оставила без внимания. Депутат – это даже больше образ жизни, чем исполнительная власть. Мне кажется, что если каждый на своем месте будет стараться делать честно то, что ему положено, то в любом случае будет лучше. В 2020 году в Московской области было сдано 270 новых школ. До 2024 года в планах построить еще 1300 учебных зданий. Лидия Антонова отметила, что работа ведется благодаря общим усилиям. Себя она считает человеком команды. В ходе встречи с педагогами и депутатами округа Лидия Антонова поблагодарила коллег за помощь. Рада выучить эту благодарность нашему Петру Михайловичу Ильянову за большую работу как представителя общественной палаты городского округа Лидия. В сентябре истекает срок работы седьмого созыва Государственной думы. 19 сентября в единый день голосования определится состав депутатов на следующие пять лет. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.